Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить модную футболку с подплечниками. Я недавно шила обычную базовую футболку, также снимала видео. Ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе. Базовую футболку я шила уже по готовой выкройке. И сегодня я также буду использовать эту же выкройку, только немного ее изменю, для пошива футболки с подплечниками. Поэтому смотрите, что у меня получится. А также выкройку этой футболки я оставлю тоже внизу под этим видео. Оставлю выкройки также других футболок, возможно они вам пригодятся. И сейчас покажу, как я буду шить футболку, как буду менять выкройку. И в конце обязательно покажу, что у меня получилось. Футболку я буду шить из трикотажной ткани плотностью 180 грамм, в составе 95% хлопок и 5% эластана. У меня вот такая готовая выкройка футболки. Она состоит из детали спинки, детали переда, детали рукава и детали обтачки. Для пошива этой футболки я буду использовать только деталь спинки. Беру деталь спинки и обрисовывая ее переношу полностью деталь спинки на бумагу. Я уже перенесла полностью выкройку на бумагу. Футболка у меня это достаточно свободная, поэтому я не буду делать ее шире. Теперь от линии проймы, от бокового среза вверх провожу вертикальную линию. Вы можете сделать футболку шире, если у вас выкройка футболки довольно-таки узкая и не широкая, поэтому можете также ее немного расширить и уже от этой точки провести вверх вертикальную линию, если это необходимо. Теперь вверху от горловины, от среза горловины провожу в сторону до бокового среза, до линии бокового среза горизонтальную линию. Меряю, сколько у меня получилось сантиметров и еще столько же сантиметров. Также продлеваю эту горизонтальную линию на столько же сантиметров, сколько у меня получилось от горловины до бокового среза. Беру двойную величину. Также я еще добавила пару сантиметров на припуск. На всякий случай лучше я потом просто лишнее обрежу. Теперь опускаюсь вниз на 2 сантиметра, также провожу линию. Теперь по боковому срезу вниз также откладываю 2 сантиметра, ставлю точку и рисую новую линию проймы. И теперь соединяю эти 2 точки вверху и на линии бокового среза. Вот такая получилась у меня деталь обтачки. Вы также можете сделать ее не до горловины, можете сделать короче, до половины плеча. В общем, делайте так, как вам больше нравится. И теперь на этой выкройке я нарисую горловину передней части футболки. Вот так у меня получилось. Теперь переношу выкройку на ткань. Складываю ткань пополам. Сбоку у меня идет сгиб. Прикладываю выкройку, обвожу и вырезаю. Теперь вырезаю на выкройке горловину передней части футболки. Также прикладываю на ткань. Сбоку также идет сгиб. И переношу деталь передней части. Вот такие получились у меня 2 детали. Передней и задней части футболки. Теперь складываю лицом к лицу переднюю и заднюю часть футболки. Скалываю по плечевым срезам. Полностью по плечевому срезу. Скалываю булавками и стачиваю на оверлоке. Продолжение следует... Теперь мне необходимо сделать вставки для футболки. Это будут треугольники. Я сделаю сначала шаблон. Беру бумагу и рисую треугольник. Ширина внизу треугольника 17 см. И высота 19 см. Вырезаю шаблон. Вот такой у меня получился треугольник. Теперь складываю ткань вдвое. Внизу у меня идет сгиб. Прикладываю шаблон. Обвожу этот треугольник и вырезаю. Мне таких необходимо сделать 2 заготовки. Вот такие получились у меня треугольники. Они двойные. Если их развернуть, получаются ромбы. И теперь я буду пришивать эти треугольники к боковым срезам с одной и с другой стороны. Теперь от начала линии бокового среза, от этой точки, прикалываю булавками треугольник. Сначала прикалываю с одной стороны к детали спинки. Также можно его приметать так, чтобы удобнее было затем стачивать на верлоке, чтобы этот треугольник не сместился. Я его приметаю. Вот так я приметала треугольник к боковому срезу. Приметала только треугольник с одной стороны. Я сначала буду обрабатывать на верлоке срез на футболке. Я начну сверху от плечевого шва. По лицевой стороне буду строчить. И затем перехожу сразу на боковой срез и буду притачивать треугольник. Буду притачивать до окончания треугольника. Вот так я уже притачиваю. Сначала треугольник к детали спинки. Теперь также прикалываю вторую сторону треугольника к детали передней части футболки. Также я ее приметаю. И теперь одной строчкой буду стачивать боковой срез. Затем буду притачивать треугольник. И вверх до плечевого шва также сразу обработаю край футболки. И сейчас я покажу, как я это буду делать. Начинать строчить. Я буду снизу сначала стачиваю переднюю и заднюю часть футболки по боковому срезу. Затем сразу притачиваю треугольник. И дальше иду вверх строчу. Также обрабатываю срез футболки по лицевой стороне. Также и в самый верх до плечевого шва. И дохожу в самый верх до плечевого шва. Все это я делаю одной строчкой. И так далее. После того как притачала треугольники, также приутюжила припуск, затем подвернула вовнутрь и приутюжила. И точно также обработанный край тоже приутюжила и подогнула вовнутрь. Теперь мне необходимо сделать подплечники. Сначала я сделаю шаблон для подплечника, делаю ширину 17 см и высоту 10 см. Вот такой у меня получился шаблон. Если необходимо будет, я затем подплечник немного уменьшу. Теперь беру ткань, складываю ее пополам, переношу шаблон на ткань. Мне необходимо сделать два подплечника, поэтому вырезаю две таких детали. Также вырезаю две детали из утеплителя. Теперь возьму шаблон, немного его уменьшу, обрезаю по краю. И теперь также вырезаю из утеплителя две такие же детали, только чуть меньшего размера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь беру иголку и приметываю маленькую деталь подплечника к большой. Приметываю на один и на второй подплечник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь вкладываю вовнутрь деталь утеплителя, скалываю подплечник по срезу и стачиваю на верлоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Теперь по подплечнику на ширину лапки от края я проложу несколько строчек, чтобы он был чуть меньше, чтобы вначале он был более пышный, а к концу более плоский. Вот так я проложила несколько строчек и вот такой получился у меня подплечник. Вот такие получились у меня подплечники. Я их сначала примерю на футболку, одену на себя, приметаю подплечники и посмотрю, если они будут большие, то я их немного уменьшу. Подплечники у меня готовы и теперь я их буду притачивать к футболке. Теперь беру подплечник, прикладываю серединкой к припуску плечевого шва и притачиваю на швейной машинке и точно так же притачиваю второй подплечник. Продолжение следует... Закрываю подплечник деталью обтачки, прикалываю и теперь вдоль горловины на расстоянии одного миллиметра от среза прокладываю строчку, закрепляю обтачку к горловине. Вот так у меня получилось и то, что лишнее вверху я просто срежу. Также я сложила футболку по боковым срезам, так чтобы она красиво лежала и также такой же была в готовом виде. Теперь вырезаю деталь обтачки горловины, меряю верхний срез на горловине, вырезаю деталь обтачки, теперь стачиваю обтачку в кольцо, складываю пополам, также я ее немного приутюжила, теперь ставлю отметки на детали обтачки, также на футболке, нахожу середину, прикалываю деталь обтачки к футболке и теперь притачиваю деталь обтачки к футболке на оверлоке. Субтитры делал DimaTorzok После того, как притачала обтачку, также приутюжила припуск и заутюжила на футболку. Теперь низ футболки я сначала обработаю на оверлоке, затем подворачиваю вовнутрь на 2 сантиметра и подшиваю двойной иглой. Вот такая получилась у меня модная футболка. Если у вас остались какие-то вопросы или вам что-то непонятно, пишите мне в комментариях, я вам отвечу. Может что-то я упустила и не рассказала. Также ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Поддержите меня пальцем вверх, я буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok